Теперь, друзья, я хочу дать вам подсказки, где вы можете найти ответы на любой вопрос, фактически на все вопросы по работе с WebMoney. Итак, мы сейчас находимся на главной странице сайта. Нам нужно зайти в наш аккаунт. Здесь выписываете ваш пароль, тот самый, который вы вводили при регистрации. Если вы забыли пароль, вы заходите по этой ссылке и установите ваш пароль, следуя инструкциям. Не забывайте вписать контрольные цифры. Итак, друзья, мы с вами находимся в нашем меню. Я сейчас закрыла свои данные, потому что, понятное дело, я не хочу их афишировать. У вас в разделе «Кошельки» в данный момент может быть написано, либо нет ни одного кошелька, если вы первый раз регистрируетесь. Тут же будет у вас стоять опция «Создать кошелек». Процесс создания кошелька очень простой, вы сами это увидите. Если у вас уже есть кошельки, здесь же будут отображаться все ваши кошельки. И при наведении на тот или иной кошелек у вас будет высвечиваться внизу номер вашего кошелька. Отсюда вы также можете зайти в ваш кошелек и произвести некоторые операции. Но на что еще я хочу обратить ваше внимание на этой странице, вот на этот пункт «Меню». Это меню вашего аккаунта. Здесь будет указан ваш email, ваш персональный номер, опять-таки ваши кошельки, ваш OpenID, мобильный телефон, который вы указывали при регистрации. Далее идет колонка «Безопасность». Вы можете сменить пароль, можете сменить способы входа. Как видите, напротив каждого опции меню есть вот такие стрелочки, нажимая на которые вы можете зайти на следующую страницу «Изменение данных» и что-то там изменить. О чем я еще хотела вам сказать, друзья, о помощи. Где бы вы ни находились, в каком месте сайта вы ни находились, у вас всегда вот здесь в правом верхнем окошке есть слово «Помощь». Нажимая сюда, вы попадаете в «WebMoney энциклопедию». В левой колонке у вас представлено меню, где вы можете перейти на интересующий вас пункт и ознакомиться более подробно с тем или иным пунктом. Здесь мы находимся с вами в «WebMoney энциклопедии», как я вам сказала. Вас приветствует очень приятный такой муравьишка. И вот здесь вы можете вписать вопрос, который вас интересует. Но прежде чем писать в чат, это чат онлайн-поддержки, рассмотрите все опции вот этого списка. Возможно, вы найдете ответ на интересующий вас вопрос именно здесь. Если вы не находите ответ на этот вопрос, то тогда вы пишите сюда ваш вопрос, нажимаете «Ввод» и с вами тут же связывается представитель службы поддержки. Итак, что нас интересует в данный момент? Тут же опять-таки выскакивает подсказочка. Опубликована новая версия «WebMoney Кипермини» для Windows Phone 7. Подробности ищите тут. Время от времени такие подсказочки дают очень интересную информацию. Не пропускайте их. Итак, спускаемся чуть-чуть ниже. И видите, что нас здесь интересует? Вот эта вот часть обучения «WebMoney». Как видите, здесь и есть обучение по «WebMoney Classic», «WebMoney Киперлайт», по «WebMoney Кипермини». Опять-таки, есть просто вопросы и ответы. И есть демо-ролики по работе. Именно вот эти материалы я и использую для создания этих роликов, которые вы сейчас смотрите. Как вы видите, информация подается достаточно просто и можно легко со всем разобраться. Допустим, давайте перейдем в вопросы и ответы. Как видите, здесь достаточно большой перечень ситуаций, с которыми люди так или иначе сталкиваются чаще всего. И прежде чем зайти в окошко чата и связаться с представителем службы поддержки, просмотрите сначала вот это вот меню, вот этот список. Возможно, вы найдете ответ на ваш вопрос здесь, как я уже ранее говорила. Или демо-ролики по работе. Здесь также регистрация и активация. То есть здесь уже именно видеоролик, где показано пошагово, что и как делать. То есть часть этого ролика вы только что видели. И также видите, как можно производить обмен валют и изменение имени кошелька, кодирование и так далее. То есть все основные аспекты работы с WebMoney кошельками вы можете найти здесь. Просто если я сейчас буду снимать подробный видеоролик по всем пунктам нашей работы, то это будет занятие не на несколько минут, это будет занятие на несколько часов. И то я вряд ли охвачу весь необходимый материал. Поэтому, друзья, я настоятельно рекомендую вам не упускать возможность ознакомиться с этим сайтом, ознакомиться с WebMoney энциклопедией, прежде чем задавать тот или иной вопрос. Здесь все очень доступно и все очень просто. И опять-таки, всегда вам с удовольствием ответят и помогут из службы поддержки. Вот этот вот муравьишка всегда вам сможет ответить фактически на любой вопрос. Итак, друзья, я заканчиваю наше занятие по теме WebMoney. Желаю вам всего самого наилучшего. С вами была Юлия Мельцер. И до встречи в наших следующих занятиях. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!